Мы сняли такое короткое видео, не будем снимать полное. Мы будем дефектовать, мы будем мерить. Еще раз я все сейчас пройдусь до болтика, до каждого. Роман, как вы уже спросили, мы делаем капитальный ремонт. Капитальный ремонт, да. Капитальный ремонт. Поэтому мы будем капитально все проверить. Добрый день, дорогие друзья. Хотим рассказать сегодня о ремонте двигателя D4CB на автомобиле Grand Starex с пробегом 240 тысяч километров и 2010 года выпуска. Он сейчас как раз перед вами. Но на щитке приборов у него 148, 593. Пробег здесь реальный 247 тысяч километров. Что сказать по салону. Салон в очень хорошем состоянии. Автомобиль используется регулярно. Владелец на нем ездит на очень большие расстояния. Чуть ли не Москва, Новосибирск и Уфа. В общем, по всей России катается. Поэтому автомобиль рабочий, очень надежный. Клиенту очень нравится. И поэтому владелец хочет его отремонтировать. Ну и так по состоянию видно, что владелец за ним пытается следить. Как может. Но не таких откровенных косяков по салону мы здесь не видим. Все хорошо. Ну что ж, раз приехал, значит приведем в чувство двигатель. Он еще порадует владельца. Автомобиль этот к нам приехал с Уфы. И небольшая предыстория. Давайте расскажем. Покрепим вас, так сказать, суть проблемы, которые были в этом автомобиле. Когда владелец его купил, двигатель у него был в не очень хорошем состоянии. Он к нам приезжал на диагностику. Здесь была разбита клапанная крышка. Из-под топливных форсунок выбивала выхлопные газы. Потому что были не очень хорошие уплотнения. Требовался, померили ему давление. На тот момент давление было в норме. Там 1,7-2. Но в общем все равно требовался ремонт клапанной крышки. И так по мелочи нужно было там ремни, ролики поменять. Но владелец сказал, что ему сейчас некогда. Вот прям надо офигеть. Как значит уехать ему за Уфу куда-то туда, за Урал. Ну надо так, надо что делать. По дороге к месту назначения у него сломалась турбина. Заехал он в местный сервис какой-то, где ему эту турбину поменяли. Меняли тоже очень долго. Клапанную крышку мы там тоже меняли. Он там чуть ли не 2 недели в этом сервисе, если не больше даже. В конце концов ему автомобиль сделали и отдали. И когда он поехал обратно, уже к нам в Москву, у него по пути еще раз сломалась эта турбина. Причем приехал он к нам уже со сломанной турбиной. Померили давление. Давление было 2. То есть хорошее давление. Но тем не менее на горячую двигатель у него не заводился. Из-за того, что при вращении стартером двигатель вращался медленно. Это говорит о чем? О том, что когда у тебя двигатель прогревается, зазоры уменьшаются. И мотор начинает немножко подклинивать. Сняли поддон. И увидели там куски вкладышей. Небольшой кусочек вкладыша. И масло было такое серое. Как будто в нем присутствовали продукты из носа вкладышей. Поэтому сейчас мы будем вынимать двигатель, разбирать, дефектовать. И покажем, что же все-таки явилось причиной и из-за чего все это дело произошло. Сняли двигатель с Гранд Старекса. И, соответственно, первым делом заглянули куда? Правильно. В катализатор. Потому что здесь развалилась турбина. И при поломке турбины, естественно, мотор начинает расходовать масло. Из-за того, что оно попадает через вкладыши турбины, через эти картриджи, попадает в выхлопную систему. И, естественно, все это дело забивается. Вот. Что здесь у нас и происходит. Вон, видите. Сажа какая. Высыпается. Ну и, соответственно, каталитик будем удалять. Оно самое-то интересное. Если у него разбиты вкладыши, то почему давление-то не падает? Объясняем, что происходит. Значит, у тебя стоит масляный насос. Поддон. Он забирает масло из поддона в маслоприемник. Дальше масло идет из насоса в масляный фильтр. Из масляного фильтра оно попадает в датчику давления масла, куда вкручивается манометр. И уже после этого датчика давления масло идет в масляную магистраль и подходит к коленчатому валу. И дальше в голову идет. Естественно, если у тебя вкладыши еще не заклинили, но их прихватывает на горячую. То есть отверстие у тебя, грубо говоря, было вот такое, стало вот такое. Естественно, давление у тебя немножко повышается. Что здесь и произошло. Поэтому давайте с вами дождемся разборки и посмотрим и подробнейшим образом расскажем и покажем, к чему приводят такие неисправности. Поехали. Сняли турбокомпрессор. Он действительно неисправен. Видите, болтается турбина. И люфт очень большой. И крыльчатка задевает за корпус турбины. Сейчас заднюю часть разберут. И скорее всего, поскольку это уже не первая турбина на этом автомобиле, и катализатор был не удален. Мы его только что вам показали. И он был забит. Скорее всего, что когда первый раз поломалась турбина и масло попало в выхлопную систему, катализатор никто не удалил. И когда вот на этот забитый катализатор поставили вторую турбину, пока она была новая, она его смогла продувать. Потом постепенно из-за того, что давление в выхлопной системе было достаточно высокое, в конце концов вышла и еще одна новая турбина. Поэтому мы всегда рекомендуем при замене турбин удалять катализатор, особенно на Гранд Стараксах. В принципе, в целом по мотору больших проблем там не возникает. Они начинаются только там с 200 тысяч. Ну и, соответственно, больное место масляный насос и турбокомпрессор, который вот таким образом выходит из строя. Толик, насколько в целом эти моторы для 4 ЦБ на Гранд Стараксах надежны? Есть там какие-нибудь основные вещи, на которые нужно обращать внимание? Нет, ну, основная проблема этого двигателя... Многие думают, что там не ходит турбина, не ходит интеркуллер. Нет, проблема немножко не в этом. На самом деле, проблемы две. Первая проблема – это шайбы под форсунками, которые регулярно сгорают, гадят масло сажей. И из-за этого у нас ломается масляный насос. Но масляный насос, даже при наличии хорошего масла, то есть, нередко мы сталкиваемся с тем, что он просто отказывает. То есть, дает низкое давление. Вот, в основном, проблемы две. И как только давление чуть падает, турбины ломаются без конца. Ну, если говорить по турбине проблемы, то проблемой поломки турбины у нас могут являться каталик глушителей забитый, интеркулер дырявый, клапан управления турбиной, такой с двумя шланчиками, повышенные картерные газы, которые у нас как раз-то из-за шайб на форсунках. Ну, и масляное голодание, то есть, насос и так далее, и так далее. Но всегда бывает исключение с правил. Да, недавно мы снимали ремонт Гранд Старекса, который проехал, по-моему, 250 или 300 тысяч километров, и вообще ничего с мотором не делал. Ни одну шайбу гад не поменял под этой самой форсункой, и ничего не случилось. Но турбина у него умерла. Вот у нас очередной двигатель, который мы сейчас будем разбирать. Этот двигатель не застучал и не заклинил. Поломалась уже вторая оригинальная новая турбина, то есть сломалась вторая родная турбина, потом сломались две новых оригинальных. Все это происходило в пути, нужно было куда-то ехать, бежать, и все. Сейчас клиент нашел время и желание, чтобы выяснить, в чем дело. По двигателю вчера мы вскрыли поддон, слили масло, обнаружили, что масло такого серого цвета, то есть не черное, как обычно должно быть, а серое. Нашли немного стружки, то есть прям грубой стружки не было. И первое, что мы обнаружили, то есть стали проворачивать двигатель. Двигатель не откидывал назад, то есть вот, допустим, если мы проворачиваем, сейчас форсуночек нету, и вот мы его, допустим, крутим, и он должен откидывать назад ключ, когда упор идет на сжатие. Вот, двигатель не откидывал, и сейчас он тоже, то есть он вот вращается вот в одном месте очень туго. Данный двигатель, данный двигатель, мы надеемся, что мы его спасем, то есть мы будем делать капремонт. То есть мы у нас обсудили вчера, так как он еще на ранней стадии, есть шанс, что мы заменим коленвал, вкладыши, масляный насос, цепи, турбину. Ну, это понятно. Сейчас выясним, что у нас гидрокомпенсатор обязательно будет замена, потому что они нахватались какой-то части там стружки, и также у нас была горят форсуночек. Вот, пастель распредвалов будет по факту, то есть выясним, что с ней. И посмотрим баланс валы в клубке. В принципе, вот так. Но, то есть он еще вращается, не стучит, не заклинил, приехал своим входом, надеемся, что мы его починим. Сейчас будем снимать ГРМ. Головку мы пока снимать не будем. Вытащим из нее кишки и вытащим колено. Головку будем снимать в последнюю очередь потом. Довольно грязно. Масло, хотя здесь новое, не так давно, по словам клиента. Дело в том, что в дороге, когда он сломался, ему поменяли клапанную крышку и шайба под форсунками. В принципе, цепь еще в допуске у нас. Успокоители вроде ничего не обломано, не сломано. А за этот допуск, ты смотришь по тому, как вышел натяжитель. Да, 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 натяжитель. По нему именно. А скажи, пожалуйста, столик по звездочкам. Потому что много видео есть, где специалисты крупные и не очень. Рассказывают, что прям звездочки надо менять. Здесь же тоже пробег 240. Да, пробег 240. Здесь, в принципе, видно то по зубям. Наскакивала ли цепь на саму звезду. То есть мы смотрим именно пятно контакта. Ролика цепи. И самой звездочки. Когда звездочка изношена, вот здесь четко видно, что вон тот блестящее, вон оно, пятно контакта блестит. Находится в нижней части. А верхняя часть зуба, здесь видно прекрасно, что она такая серенькая, она не работает. То есть на данный момент она не работала. То есть говорит о том, что цепь плотно сидела на своем месте. Когда изнашивается шестерня или изнашивается цепь, и цепь уже наскакивает на сам зуб, и она его как бы так загибает в лизу. И именно по пятно контакта здесь, на данный момент, видно, что шестерня целая. У меня не было. Сейчас снимаем внутреннюю крышечку. Все это будет чиститься, мыться. Здесь все у нас. Большая часть установлена все на герметике, прокладок нет. Перемычка между головкой и крышкой. Раскручиваем постель. Будем смотреть, что у нас с гидрокомпенсаторами, хотя однозначно будет замена. Но будем смотреть задиры и выработку на рокерах. Видно, что задрала довольно крупную постель. Довольно такие крупные задиры. Это у нас четвертый впуск. Вот здесь тоже большой задир. Довольно крупный. Говорит о том, что было голодание. Сейчас мы... Я, наверное, вытащу один распредвал только. Вот они. Видно, что такие... Они, хотя, не глубокие, но есть задиры. Допустим, есть такие постели, даже когда голодания не было, но именно на наружных бугелях она иногда присутствует. Выработка, то есть и какие-то задиры. Но на внутренней их не должно быть. То есть на внутренней появляются в основном при именно голодании. Вот то, что мы сейчас видим. Вот он здесь, здесь. То есть уже в постели есть задиры. А еще нужно обратить внимание всегда. Вот здесь есть канавки для смазки. Очень часто там прячется различное... Вот такой кокс и стружка. То есть прячется вот в этих местах. Вот в этих каналах. То есть это от сгоревших форсунок, допустим, масла, сажа. Либо, допустим, здесь прячется также стружка. Вот в этих каналах. Постель. По всей видимости, с распредвалом мы будем менять. Так, поэтому мы ее убираем. Конструктивно хорошо сделано, что здесь не нужно будет из-за этого менять головку, правильно? Здесь отдельно постель. Да, постель идет отдельно. Подумали инженеры, хорошо. Выработку на рокерах мы будем смотреть. Вот в этом месте смотрят его. Где он упирается в клапан. Вот в этом месте. То есть здесь вот мы видим, что выработки нет. Гидрокомпенсатор. Очень многие говорят, что там можно их прокачать или что-то сделать. Все это, конечно, ерунда. Не занимайтесь. В этом случае мы меняем обязательно их. Потому что они нахватали стружки. Как показывает практика, после стружки делать здесь нечего. Также, смотрите, они должны свободно выходить. Очень многие оттуда не вылазят. Вот я пытаюсь вытащить, они не вылазят оттуда. Какие-то вылазят, какие-то нет. О чем это говорит? Ну, говорит о том, что там попала либо сажа от форсунок, не дает выйти вот здесь, вот в этом месте. Здесь такое углубление есть. Она набивается там. Либо это стружка. Какие-то, если даже сейчас останутся, мы уже выдернем их, конечно, после углубления. Рокера не нужно будет менять? То есть, если на них разноса нет, то их оставлю? Нет, да. Если там выработки нет, они могут пройти очень много. Сейчас я еще покажу, на что нужно необходимо обратить внимание. В гидрокомпенсаторах. То есть, мало того, что мы, допустим, проверили, они там держат или не держат, необходимо смотреть смазывающую поверхность. Давление масла подается у нас оттуда, из головки, из канала. Подается оно вот сюда. То есть, эти два упорные подаются туда внутрь, и он выдавливает. И также давление масла выходит вот сюда, через это отверстие. И он упирается у нас вот сюда. Нередкость, когда вот эту поверхность, именно разбивает. И идет утечка. То есть, мы снимаем, нужно смотреть вот эту рабочую часть. То есть, тоже пятно контакта нужно смотреть. На верхнюю сферу. Да, с гидрокомпенсатором. Очень часто они перекошенные, разбитые, там какие-то забитые, заплющенные. То есть, такой гидрокомпенсатор будет сбрасывать давление масла. То есть, в нашем случае здесь все хорошо. Но, конечно, мы не оставляем ей никаких шансов. Мы ее будем выкидывать. Так, дальше головочку мы снимать не будем. Нам нужно понять, что там внизу. Поддон, я же уже говорили, что мы вскрывали. То есть, он тут наживлен на три болтика. Маслозаборник мы тоже снимали. Вот здесь, кстати, вот у нас, что было в поддоне. Это вот от шайб. Вот у нас сажа вся. Это черные такие, да? Да, это черные куски. Это уже полжеские. Сладыш нет? Нет, тут кладыш один был. Это сажа. То есть, вот так здесь он выглядит внутри. Везде сажа. Маслоприемник от него. Ну, маслоприемник мы вымыли вчера, чтобы проверить наличие стружки. Ну, в принципе, здесь видно, что цепи еще не менялись. Вскрытие. Наша, вроде бы, как первая. Хотя, нет, ошибаюсь. Дело в том, что натяжители инновские, это тоже оригинал, но здесь должны стоять именно Ки и Хундай. То есть, цепи менялись. Поэтому видно, что ни выработки, ничего за 250 тысяч нет. Ну, они, да, и практически не вышли, да? Да, да, да. То есть, они отходили буквально там тысяч 40 максимум. Следующую вот внутреннюю крышку ГРМ мы открутили. Сразу, что необходимо обратить внимание на крышке, это корпус валобаланса. Сразу не пропускайте, не упускайте. Во-первых, то есть вот так ставим крышечку. Во-первых, смотрим, не выявило ли вот здесь корпусе. Вращая, вот так можно понять. Ну, допустим, я уже на глаз определяю, что там. Ну, вот в корпус, да? Вот Роман нам сейчас как раз посветит, чтобы было похоже. То есть она выедает шестерни вот этот корпус, внутреннюю часть, и он вываливается, все шестерни. Здесь все в порядке. То есть вот тут хода нет у шестерни, осевого. То есть туда-сюда нет. Еще вот здесь на валу, на второй шестерни, внутри в крышке стоит вкладыш. И вал это тоже необходимо смотреть, чтобы не было у нас радиального. Да, вверх-вниз и право-влево. То есть он у нас есть, но небольшой. То есть допуски. Бывает, что нагрузка как раз цепи, которая у нас идет с коленчатого вала на ТНВД, ложится как раз-то вот на большей части, на шестерню валобаланса. Здесь у нас порядок. Следующий. Вот так, кем он срочный валач. Вал, не отпилили, самое главное, как было у нас. Да, балансировочный вал у нас на месте. Так, сейчас будем смотреть. Ну, вот такого нет грубого, но вот здесь опять вот видно такое матовое. То есть зеркала нету. Я вот заметил на постели, и заметил здесь, вот уже много где замечаю, оно вот матовое. И здесь, то есть двигатель был зажат, он такой. Вот здесь вот прям есть такой задержок. Полностью вот он. Так, это у нас правый вал. А, это левый по ходу движения, левый. Левый он короткий. Здесь тоже чуть-чуть вот есть. Вот, вот здесь вот прям видно, что он такой матовый. Зажимало его. Но такого крупного, то есть ничего прям серьезного нет. И здесь точно так же, вот в двух местах. Здесь и здесь вот. Смотрите, работает у нас, видели, он работает здесь и здесь. То есть там мы тоже смотрим наружную и внутреннюю сторону. То есть вот, видно, что опять же вот у нас шершавая, прям задир. По центру зеркала это смазывающее углубление. А здесь у нас есть задир. И там, и там. Вот он, прям вот здесь четкий задир есть. Видно, что снаружи и внутренней стороны. Вот здесь, здесь гораздо лучше все пока выглядит. Я даже встречал иногда, что отваливается кусок втулки. Так, смотрите. Когда снимаете вот эта вот плита поддона, расходная вещь в этом двигателе. То есть очень часто ее покупают новую, приобретают. Сейчас расскажу почему. Многие умельцы, как и я, когда давным-давно, берут вот отсюда и пытаются ее оторвать. Вот так. И рвут. Но вот здесь стоит направляющая. И вот здесь. И, допустим, пусть она будет на снятом двигателе или на стоящем двигателе. Мы снизу снимаем, чтобы менять насос. Она лопается вот в этом месте. Она закусывает. Необходимо что сделать всегда. Вот здесь есть специальная такая прорезь. Специально она сделана. Вот с завода. Чтобы вы ее подернули. Вот отсюда. Иначе она вас хлопнет вот в этом месте. Вот так. То есть отсюда мы ее подергали. Она отошла. Здесь также вот видно, вот что здесь есть всякая вот как. Вот она внутри. Она скапливается здесь. Под последней шейкой. Вот она. А сколько у тебя перчаток уходит на разборку, сборку двигателя? Когда клиент стоит здесь, и он говорит, я стою, и меня прям жаба душит. Он говорит, ты одел уже десятую пару. А когда и двадцатую? То есть они говорят, разве это возможно? Я говорю, да. В нашем техцентре это возможно. И, кстати, на ремонт вашего двигателя количество перчаток ни в коем разе не повлияет. На стоимость. Да, да, да. На стоимость ремонта там. То есть все за наш счет. Не переживайте. Снимаем насос. Потом будем переворачивать двигатель. Ставить его на головку блока цилиндров. Дело в том, что он прям встает идеально. Насос, мы сейчас насос-крыжечку откроем. Полюбуемся, что там у нас произошло. Насос сам, масляный насос у нас не отказал. То есть он до последнего боролся и давал давление. Даже, то есть уже перед самым концом, он давал двоечку. Ну, почти на прогретом двигателе. Проблема у нас была не в насосе, а все та же проблема с шайбами. Ну, вот видно, прям алюминиевый корпус довольно серьезно задрало. Я же говорю, как насос боролся, конечно, до последнего с проблемой. Вот здесь вот внутренняя часть. Смотрите, немножко тоже неправильно. Это насос, насос раньше давным-давно. То есть я, конечно, этого не застал, но те сторожилы, которые раньше делали моторы, вот, они мне как бы рассказали, научили, показали, что раньше зазор, насос можно было, то есть если он был без задиров, можно было понять с помощью щупа, замерить и понять, будет этот насос работать и давать давление дальше. То есть они мерили вот этот зазор. зазор мерился вот как раз вот здесь. То есть пятно контакта, опять же, измерялось. И будет ли насос работать дальше. Так вот, самое главное, если мы здесь открыли задир, это задиром, конечно, хорошо. Но если мы заглянем вовнутрь, на пятно контакта, смотрите, что там. Там вырывало куски из него. То есть вот, обращать внимание нужно, именно пятно вырывало, то есть куски он прям клинил. И здесь, точно так же мы здесь тоже можем вот увидеть, что тоже рвало его на части. То есть то, что здесь задир, это мелочь. Качает масло, он именно качает масло вот в этом пространстве, между, то есть ведущей и ведомой шестерней. Вот, то есть масло качается вот здесь, внутри. Так, насос готов. Это мы покажем клиенту, бросим его здесь, недалеко. Сальник, снимаем задний сальник. Его надо снять. Так, ну, по всей видимости, у нас зажало коренные шейки, поэтому будем, твердим коренные шейки. Нам надо первое, что понять, правильно ли мы, как бы, те версии, которые мы вчера рассматривали по поводу ремонта этого двигателя. То есть нам необходимо, чтобы остался целый блок. Втулки баланса мы можем заменить, то есть разобрать, отдать блок, заменят там втулочки. Главное, чтобы осталась постель. Коренные шейки, то есть нас интересуют. Очень часто, кстати, такая проблема, что усадку дает четвертый, пятый шейк. Конструктив двигатель. Ну, большая часть, очень часто в дизелях идет именно, пусть это будет там у кого-то шестая шейка. Я считаю, что, как бы, опять же, вкладыш, который мы оттуда будем вынимать, из постели или, допустим, с самой крышки коренного подшипника. Если он оттуда вывалится, то это будет, ну, в принципе, можно там в какой-то мере судить, что есть повод для того, чтобы замерить. Как бы все понятно, что надо будет все мерить и все проверять. Но для начала, то есть самые простые элементарные вещи. То есть от нас клиент требует того, что вы сможете сделать этот блок или нет. То есть нам нужно дать ответ. Сделать, конечно же, можно все, но мы отталкиваемся от стоимости. Нам... У нас есть вариант контрактный мотор. Вот. И наш ремонт не должен перескочить за цену контракта. Вот в чем дело. То есть вот наша задача, то есть наша вся дефектовка. Так, вынимаем первую. И вот, вынимаем и сразу видим, что здесь как будто кто-то пахал на тракторе. Да, ну, вкладыш на месте. Вкладыш не провернуло. Вкладыш на месте, вот, ну, видите, прям первую очень сильно. Вкладыш не провернут. Так, следующая. Вторая. Вторая выскочила. Но в замке нету обрезанного куска вкладыша. Вот она вторая. Обращаем внимание на замок. Чтобы он не был сорван. То есть он на месте. Полукольца. Ну, они однозначно будет замена. Замок тоже, обращаем внимание. Замок на месте. Также можно посмотреть со вкладышами. Здесь цвета нету. Такого они были цвета. Здесь тоже бесцветные. Ну, вот основные у нас были зажаты первая и вот пятая. Такие прям грубейшие задиры. Коленчатый вал мы будем менять. Вот он у нас есть. Здесь грубый задир. До коленчатого валу. То есть вот эта царапина. Коленчатый вал мы заменим. Ну, отсюда даже видно. Да, вот прям, смотрите, кусок стружки. Если бы я еще остался. Так, теперь. Последний момент. Последний момент. Нам необходимо вытащить коленчатый вал. Проверить постель. Все, сейчас быстро это сделаем. И проверить, что с шатунами. Сейчас буквально прям еще пять минут. И мы это дело закончим. Так, прокручиваем двигатель. Вот так поставим на первый, четвертый. Ну, вот шатун укладываешь даже прям. То есть он голодал. Но крупных задиров нет. Ну, здесь также укладываешь на месте. Тоже есть задир. Так, приопускаем. Поршня вниз. Проворачиваем. Ну, что-то куда-то упирается. Годеныш. Да, упирается он вот в этот шатун. Так, вкладыш у нас остался там. Здесь он еще. Вкладыш был не провернут, но видно, что вкладыш, он как мог сесть от нагрузки, так и могла сесть в постель. То есть вкладыш болтается. Будем прикручивать шейку и мерить. Вот они все вываливаются. Будем делать замер. Блок. Ну, здесь по шатунам тоже у нас все хорошо, довольно. То есть ничего не провернуто. На первый взгляд все в порядке. Единственное, что нам все-таки, как бы не хотелось, придется разбирать полностью блок и отдавать на замену втулок вала-баланс. Что, вкратце подводим итог? Да, в двух словах. Да. В двух словах. Блок поживет, блок походит, но по блоку у нас еще есть ряд нюансов. То есть мы сняли такое, как бы, короткое видео, не будем снимать полное, потому что это будет целый, как он у нас? Съемочный день, да. Докфильм, да. Смотрите, то есть дело в том, что мы будем дефектовать, мы будем мерить. Еще раз я все сейчас пройдусь до болтика, до каждого. Для того, чтобы понять, пойдет ли нам блок, еще необходимо снять головку, посмотреть, что с выработкой в цилиндрах, то есть что с кольцами на поршнях, есть ли хон вообще, то есть лопнула ли головка под свечами накала или что-то еще. Хотя жалоб по выбросу охлаждающей жидкости у нас не было. Но все равно все нужно будет проверить. То есть, Роман, как вы уже спросили, мы делаем капитальный ремонт. Капитальный ремонт, да. Капитальный ремонт. Капитальный ремонт, да, поэтому мы будем капитально все проверять. Ну вот на этом, в принципе, все. Но мы еще покажем, остальные, когда Анатолий до конца его разберет. Мы покажем, как старые запчасти, которые он будет отдельно менять, так и новые. Разложим, все покажем, все расскажем, ничего не упустим. Ну что, друзья, мы окончательно разобрали двигатель, сняли с него головку. Давайте же посмотрим, что с ней случилось. Здесь вы уже видели коленчатый вал, вкладыши, постель распредвала, головка. У нас из-за неправильного горения топлива в камере сгорания, вот такие нагары образовались на клапанах и на камере сгорания. Обратите внимание, что здесь еще имеются трещины. Вот хорошо видно, где свеча накала выходит. Из двух сторон причем эти трещины. А это уже говорит о том, что головки этой долго жить не осталось. Они как на всех цилиндрах, короче, трещины имеются. Здесь тоже. Сейчас два слова, еще пару слов еще раз. Ну и здесь, из-за нагара плохо видно. По-моему, они там везде есть. В принципе, здесь по блоку, головку, да, в принципе, если заниматься ремонтом, то головку желательно заменить, потому что из-за этих трещин долго она не проходит. Это я уже сказал. Поршневая в двигателе здесь нормальная. Хотя на поршнях и есть нагар, кольца не залегли. Задиров на стенках, ой, не на этих-то, на юбке поршня нету. И на самом блоке тоже в цилиндрах задиров нету. Есть небольшие потертости, где хон стерт. Но, в принципе, этот блок можно было бы восстановить. Но проблема вся в том, что... Давайте сейчас повнимательнее посмотрим. Да, вон, на той стороне. Видно, да? Хорошо. Маленькие-маленькие задирчики. Это, в принципе, не страшно абсолютно. Блок относительно живой. Ему только нужно было поменять втулки балансированных валов. Но, поскольку стоимость данного ремонта приблизилась к стоимости восстановленного двигателя ребилдовского, то для владельца важна и скорость ремонта, но и стоимость, соответственно. Поэтому он выбрал не ремонтировать этот двигатель, а заменить на ребилдовский. Параллельно с этим будет заменен интеркулер. Он у нас течет. Ну, не течет, вернее, он дырявый. Вот он, видите? Сифонит с двух сторон. Поэтому интеркулер мы заменим. И заменим турбокомпрессор, из-за чего он сюда и приехал. Поднимем и поглядим. К компрессору пришел звездец. Так, мы там... Ну, в общем, очень большой радиальный люфт. И, видите, лепестки турбины, крыльчатка турбина, она повреждена, они упираются в корпус. И осевой люфт тоже имеется. Но, в общем, турбина умерла. Будет заменена. Ну, и давайте посмотрим, хоть у нас двигатель будет ребилдовский и в сборе, но все равно какие-то запчасти на него будут установлены новые. Давайте же посмотрим, какие именно. Перед нами и перед вами лежат новые запасные части. Итак, поехали. Турбина BorgWarner новая. Прекрасная, красивая. Видите, специально сделаны заглушки, чтобы ничего туда не попало. Интеркулер. О, какой красивый. Новый. Так, кладем обратно в коробочки. Сознательно не стилем газеты, потому что мы все в оригинальной упаковке держим. Так, комплект прокладок будет установлен на двигатель. Ролик. Обязательно, обязательно будут уплотнительные кольца форсунок. Поставлены новые. При каждом снятии, напоминаю вам, да, не забывайте. Кольца медные обязательно меняйте. Масляный фильтр. И масло мы используем для дизельного двигателя. Вот такой, это Татачи 540. И пойдемте посмотрим самую главную, новую деталь, которая будет установлена. Не новая, а самая большая из всех деталей, которая будет установлена на этом автомобиле. Пойдем. Вот он, мотор в сборе. Восстановленный. Красивый, чистый. Идеальный. Практически. Ну, теперь осталось дождаться только запуска двигателя. Одно маленькое замечание, даже хочу обратить ваше внимание на то, что когда вы устанавливаете мотор восстановленный, либо контрактный, имейте в виду, что они, как правило, в 90% случаев, они идут без форсунок. Они сняты. И вы устанавливаете старые форсунки, дизельные. Соответственно, дизельные форсунки прописываются в блок управления под каждый цилиндр. У них есть номер на форсунки. Этот номер вносится в блок управления двигателем. И поэтому, когда вы ставите старые форсунки на новый восстановленный дизельный двигатель, то не путайте форсунки, не ставьте форсунки в другие цилиндры. То есть, если у вас со старого двигателя форсунка была с первого цилиндра, вы ее точно так же ставите на первый цилиндр. Это позволяет избежать больших проблем. А здесь, соответственно, мы не уверены в том, какие форсунки здесь... Как, правильно ли здесь стоят форсунки? Потому что клапанную крышку меняли где-то в районе Урала. И он приехал уже сюда. И здесь мотор благополучно помер. Поэтому мы сейчас... Не мы, вернее, Анатолий сейчас будет проверять, как правильно прописаны форсунки. И, если что, он их перепропишет заново. Так, подпискивать ремень привода агрегатов. И Анатолий у нас сейчас как раз проверяет топливные форсунки. Ну, первое, что я сделал, это сбросил все ошибки, очистил. Ошибочки все успешно сбросились. Вот. И следующий этап, двигатель уже прогрелся. Необходимо проверить параметры двигателя. По давлению топлива, допустим, здесь у нас... Если брать Евро 4 Гранд Старкс, то варианта 2. По давлению на холостом ходу. Это Гранд Старкс с 7-го года по 9-й и с 9-го по 11-й. То есть они разные. У нас отличие, это РД-клапан, регулятор давления топлива, с торца, вот здесь в рампе, у нас он здесь отсутствует. То есть этот авто будем считать с 10-го года. Вот. И проверяем его давление. Необходимые самые тут. Это давление надува, турбинка у нас новая. Сейчас будем давать газу. Будем смотреть, чтобы не было передува. Работал, чтобы клапан управления турбиной. Расход воздуха должен быть минимум 58. То есть если у вас будет показывать там 50 или 46, то реакции на педаль газа, скорее всего, не будет. Также нагрузку двигателя, дозатор, по которому мы можем определить утечку с ворсунок. Сейчас я дам газу, посмотрю, что у нас творится с турбиной, сбрасывает ли клапан управления. Так, а вы, Роман, мне поможете. И проследите за тем визуально. Чтобы открывался шток. Визуально нужно будет посмотреть, ходит ли шток, сбрасывает ли давление избыточного. На этот шток надо обратить внимание сейчас. Работал. Работает. Шток ходит. Так, следующий этап. Что мы хотели сделать? Это авто. То есть сейчас мы заменили двигатель, все поставили. Нам необходимо проверить, правильно ли ставят эти форсунки. По словам клиента, раньше он обслуживался где-то, потом он приехал к нам на диагностику, сделал ее. Мы выявили ряд там нюансов. Очень таких грубых, я бы сказал бы, такие как сгоревшие шайбы были, неисправный клапан управления, и лопнувшая клапанная крышка была течь в масло. Турбина была еще неисправна. Турбина на тот момент была исправна, она стояла новая. Был интеркулер лопнувший. И человек, сказав, что я сейчас быстренько смотаюсь в Башкирию и вернусь, вот. А это у него после Башкирии турбина. Да, он вернулся, он у нас является уроженцем Уфы, даже нет, вру, а Стерлитамака. Правившись туда, он сломался дороги. Там он сменил две турбины, две турбины пришли в негодность. Здесь мы замерили давление масла, давление было двойка, при неисправных вкладышах. То есть, если вы померили давление масла и показывает хороший результат, это не говорит о том, что все хорошо. Так вот, что нам нужно сделать? Кто-то где-то когда-то, то есть до нас там разбирали, снимали, все, сейчас открутится уже. Сколько гайку ему осталось открутить? Он снимает топливный бак, чтобы помыть от стружки, и там всего два болта. Вроде все. Так вот, мы проверим, на том ли месте стоят форсунки, то есть не перепутали ли, потому что в дороге меняли клапанную крышку или что-то. Но это, как бы мы и так проверили бы. Но дело в том, что сняв форсунки, я устанавливал свои метки, чтобы не прописывать заново, но чужих там не обнаружил. Поэтому мы решили, что возможно, что их перепутали. Есть такое. Так, вот у нас получается первая форсунка первого цилиндра 6Г. 6Г-Y. Вот, 6Г-Y. Окончание N3. Все верно. Смотрим вторую. Вторая BSA. Вот она есть, все верно. Третья форсунка, снимаем разъем. В целом, то есть у нас жалоб на форсунки нету, то есть на громкую работу, на наличие дыма или чего-то еще. Поэтому, ну, так бывает, что иногда на холостом она не показывает свои. БССБ. Все верно. И последняя. 816. Да, все форсунки родные, все стоят на своем месте. То есть вот в этом нам нужно было убедиться. Неправильно, Роман. Неправильно. Вот очень многие делают ошибку. Вот. Это такая скобка пластиковая, которая не дает выскочить вот этому стопору металлическому. И вот так их постоянно ставят. То есть вот это, то есть стоит, это неправильно. Видите, здесь есть такая выступ. И он же имеется между гайкой и катушкой выступ. То есть он должен быть вниз. Он фиксируется. Вы ее верх ногами ставил. Да, вы ее ставили верх ногами. И очень часто я, открыв капот у людей, вижу, что защелки стоят верх ногами. Дело в том, что она не фиксируется и получается уходит и упирается в шланчик. Вот. Ну, не знаю. Повреждения шланга, конечно, еще не встречал. Но все же. Что у нас очередной, очередная удачная замена двигателя. Все заменили. У нас осталась проблема по климату. Климат сделать у нас денег не хватило, поэтому клиент сказал, будем делать весной. Превысили бюджет. Да, бюджет вышел за рамбом. Так, еще раз проверяем масло. Наличие масла сейчас посмотрим. Охлаждающую жидкость все проверили. Ну вот. Допустим, в контрактном двигателе, ну вот, восстановленном масло выглядит на чупу вот так. то есть, потому что в этом двигателе все идеально чисто. Поэтому масла практически не видно. Так, ну что, Роман, если есть вопросы, задавайте, потому что я свою работу закончил. Вопрос у меня есть один. Но я знаю на него ответы. Сейчас я вам об этом скажу. Так. Ну и подведем окончательный итог по стоимости работы и запасных частей. На круг все вышло 240 тысяч рублей. Из них 45 тысяч рублей это работы снять, разобрать двигатель, подсобрать навеску на контрактный двигатель. Установить, завести, заправить кондиционер, если потребуется, если он есть. И 195 тысяч рублей это стоимость самого ремонтного восстановленного двигателя. Ну а вы ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписываться на наш канал. А, с вами был я и Анатолий. До новых встреч в эфире. Да, да, да. Это точно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok